Открытый диалог с Александром Непомнящим Еще раз добрый день, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете радио «Народная волна» на частоте 14.3, простите, 15.90 АМ на нашем веб-сайте radio.nvc.com, ну и, конечно же, на нашем YouTube-канале. Ну и традиционная встреча с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр. Добрый день, здравствуйте, Сергей. Прежде чем мы поговорим о годовщине трагических событий 20-летней давности, я хочу сказать, что в свое время антидеформационная лига выступила против строительства рядом с местом, где стояли башни-близнецы, из центра, мусульманского центра, как-то я не помню, как он назывался. Ну вот, прошло какое-то время, и теперь Джонатан Гринблатт, который возглавляет теперь антидеформационную лигу, принес извинения за это, за то, что в свое время антидеформационная лига воспрепятствовала, выступила против строительства мусульманского центра. Вот как времена меняются. Ну а теперь... Это же очень характерно. То есть в свое время антидеформационная лига была сильной и влиятельной еврейской организацией, которая боролась с дефамацией, с притеснениями евреев и, в общем, других меньшинств. Она делала это очень успешно, защищала евреев от антисемитизма. Но потом мы помним, что старое поколение лидеров ушло. И Гринблатт, не путать с Гринблаттом, который был адвокатом Гринблаттом, который служил Трампу, замечательным человеком, и другом Израиля, молодой Гринблатт назначен был Обамой. Он, в общем-то, из птенцов Обамова гнезда. И этот человек с самого начала сконцентрировал все усилия антидеформационной лиги не в борьбе с антисемитизмом, потому что реальный антисемитизм в Америке сегодня происходит именно от левых, а в борьбе с вот этим мифическим расизмом со стороны правых. Мы об этом поговорим сейчас как раз. И общее вырождение антидеформационной лиги, оно характерно и является символично, и это произошло с очень многими организациями еврейскими, не только еврейскими, в Америке. И да, действительно, совсем недавно они совершенно позорно принесли извинения за то, что были против строительства вот этого мусульманского центра рядом с Граундзеру. И я помню, что в свое время мэр Нью-Йорка отказался от денег в Саудовская Аравия. Это Саудовская Аравия, помните, предложила деньги тогда вот после теракта. Мэр Нью-Йорка сказал, что он не принимает. Сегодняшний мэр Нью-Йорка, конечно, бы взял без всяких разговоров. И удивительно, что они еще не извинились за это. Увы, увы, да, действительно, времена меняются, и именно об этом как раз я бы и хотел сейчас поговорить с вами, Сергей. И вот действительно, у нас завтра, у вас, видимо, послезавтра исполняется 20 лет со дня страшной трагедии теракта 11 сентября. Мне хотелось как-то продемонстрировать солидарность с народом Америки. И самая, пожалуй, на мой взгляд, самая характерная деталь для демонстрации солидарности, видно ли вам, Сергей, сейчас? Это вот та чудесная шапочка, которую свое время вы привезли мне в подарок. Как у нас с фокусом? Сейчас настроится, я думаю. Чуть-чуть ушел фокус. Ну, в принципе, нормально. Да, нормально. Нормально? Да. Но всем видно, какая у меня замечательная красная шапочка. И замечательный девиз Трампа «Сделать Америку снова великой», потому что, конечно, с тех пор, как Трамп перестал быть президентом США, необходимость исполнить вот этот самый девиз, она только увеличилась. То есть я очень верю, что Трамп или, может быть, кто-то, кто сможет быть как Трамп, все-таки сделает Америку снова великой. И как раз вот об этом я и хотел сейчас начать. С этого хотел начать наш разговор. Мы ведь склонны забывать о том, что в начале сентября 2001 года на самом деле произошло два исторических события. Ну, про нападение джихадистов 11 сентября напоминать никому не нужно. В результате этого теракта за одно утро погибло около 30 человек. А вот другим событием, на которое обычно не обращают особого внимания или, в общем-то, оно больше известно только тем специалистам, которые в этом больше крутятся, как бы об этом говорят, стала конференция ООН против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимостью в южноафританском дурбане, завершившаяся всего за четыре дня до теракта. И вот, оглядываясь на 20 лет назад и в свете вот того катастрофического ухода Америки из Афганистана в прошлом месяце, внезапно становится ясно, что дурбанская конференция изменила ход мировой истории в равной, если даже не в большей степени, чем террористические атаки исламистов на Нью-Йорк и Вашингтон. Потому что именно наследие дурбана более чем 11 сентября привело свободный мир к его нынешнему опасному положению. Сегодня униженный свободный мир сталкивается с триумфальными силами джихада, гораздо более мощными, чем они были 10 сентября 2001 года, понимаете? Он сталкивается с быстрорастущим Китаем, который сегодня символизирует диктатуру, диктатуру сильную, с деньгами. Это не по развалившейся Советский Союз конца 80-х. Это могучее государство с огромными ресурсами, огромной консолидацией и совершенно бешеной, фантастической тоталитарной диктатурой. Но прежде всего свободный мир сталкивается с внутренними потрясениями и расколами внутри собственных рядов. И это гораздо страшнее и хуже, чем все внешние враги. Президент США Джо Байден, оправдывая своё решение вывести войска США и НАТО из Афганистана постыдным образом, таким вот, как это всё произошло, он заявляет, что мог пришло время положить конец вечной войне. Но оказывается, что у Байдена и его советников нет проблем со всеми вечными войнами. Они лишь не хотят бороться с джихадистским исламом. Они не хотят вести конкретную, вот эту конкретную войну против врага, который напал на Америку в эти дни, ровно 20 лет назад. Вот в чём проблема. И в своём безумном стремлении посвятить всю свою энергию и усилия борьбе с избранной ими вечной войной, которую они хотят продолжать вести, Байден и его команда готовы проигнорировать, и что ещё хуже на самом деле, смириться с двумя очень простыми фактами о войне. Очень простыми. Во-первых, единственный способ закончить войну, в которой вы не выиграли, — это проиграть. А во-вторых, если вы закончите войну, не выиграв её, вы отдадите победу своему врагу. Некоторые аналитики сегодня сравнивают поражение США в Афганистане с падением византийской столицы Константинополя перед османскими войсками в 1453 году. Понимаете? Когда Византийская империя, существовавшая к тому времени уже больше тысячи лет, пала под напором каких-то варваров, каких-то племён полутики. Флаг талибов развивается сегодня над тем, что было посольством США в Кабуле до конца прошлого месяца. А то, что Китай рассматривает возможность взять под свой контроль авиабазу «Баграм» ясно демонстрирует только одно — враги Америки верят в своё господство, в свою безнаказанность, в то, что свободный мир потерпел полное искрушительное поражение. При этом та вечная война, которую Байден, его советники и сторонники настойчиво стремятся вести, от которой они не собираются отказываться, пока не будет полностью уничтоженных противников, — это война внутри самих Соединённых Штатов. Их враг — это их политические соперники, которых они называют расистами. Они называют свою вечную войну, ту войну, которую они готовы вести вечно, войной против расизма. Странность их усилий, на самом деле, если их думаться только, заключается в том, что американская война против расизма была решительно выиграна ещё более 50 лет назад благодаря движению за гражданские права, прежде всего, благодаря тому факту, что большинство американцев признали это в то время. И благодаря тому, что расизм… В общем-то, они осознали, что расизм противоречит идеалам свободы и равных возможностей, на которых были основаны Соединённые Штаты. И всё, эта война кончилась 50 лет назад. Но семена этой странной войны, которую готовы Байден и его команда вести вечно, они были посеяны 20 лет назад в Турбане. Вот та самая конференция 20 лет назад, закончившаяся за 4 дня до терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне. Мы, на самом деле, те, кто помнят, помнят эту конференцию в Турбане в основном из-за её антисемитской повестки дня, из-за её антисемитского нарратива. Ведь план представить антисионизм как своего рода такую, я бы сказал, кошерную форму антисемитизма и использовать его для отмены очевидного права еврейского государственного существования была как бы эта идея кондифицирована именно там, в Турбане. Но надо понимать, что узаконивание антисемитизма, легализация антисемитизма в его антисионистском проявлении было не только средство навредить евреям. Нет. Для многих участников международного левого движения легитимация отмены морального и законного права Израиля на существование была и, по сути дела, остаётся сегодня средством достижения гораздо более важной для них, собственно, главной цели — подрыва моральной уверенности Америки в её роли лидера свободного мира и в отрицании морального права США бороться за свои национальные интересы. Я скажу это ещё раз, потому что это очень важно понять. Конференция в Дурбане, в южноафриканском Дурбане, конференция ООН против расизма, которая закончилась за четыре дня до теракта, 11 сентября, она, если её и вспоминают, как правило, вспоминают именно в контексте её антисемитского нарратива. Это они придумали тогда, они сформулировали так чётко. На самом деле это было придумано ещё в Советском Союзе, но, по сути дела, они вывели это в свободном мире как бы в некую максимум, что мы не антисемиты, мы просто антисемисты. Мы отрицаем право евреев на собственное государство, но это вовсе не антисемитизм. Это сегодня мы уже понимаем, что это антисемитизм. Но задачей их была не столько и не только навредить евреям, сколько подорвать моральную базу Америки в качестве лидера свободного мира и подорвать право США бороться за свои национальные интересы. Недавно американский публицист Ли Смит в онлайн-журнале «Таблет» объяснил смысл представления террористов из числа палестинских арабов как жертв, а израильских евреев как военных преступников. Это один из важнейших нарративов, которые сегодня активно используют левые. И ваши, и наши, и в Европе, конечно же. И на самом деле всё наоборот. То есть именно палестинские арабы — это преступники военные. Они обстреливают мирное гражданское население, и они прячутся за спинами своих мирных жителей. А евреи Израиля — они как раз жертвы этого всего. Но представлять именно так ситуацию, будто бы палестинские террористы — это жертвы, а евреи, израильтяне — это военные преступники, на самом деле смысл этого всего — в подрыве веры Америки и веры Запада в целом в свою собственную моральность. То есть на самом деле это даже не столько против Израиля, сколько против тех ценностей, тех основ, на которых построена Америка и, в общем-то, весь Западный мир. Чтобы по-настоящему развалить западную либеральную буржуазию как сентиментальных лицемеров, время которых пришло, объясняет СМИ, необходимо нанести удар по тем, кого они поклялись никогда больше не предавать, чья культура и религия помогли зародить концептуальную духовную вселенную Запада, то есть евреи. Другими словами, делегитимация Израиля и, наоборот, легитимация палестинских арабов, палестинских террористов — это средство, чтобы сломить веру Америки в своё право на лидерство, в своё право побеждать своих врагов и в своё право быть сильным, в право моральности. Помните, как в фильме «В чём сила, брат?» В правде. Так вот, надо убедить Америку, что правда не на её стороне. И для этого нужно заниматься делегитимацией Израиля или, наоборот, легитимацией палестинских террористов. Политическая война, направленная конкретно против Соединённых Штатов, была развязана именно там, в Дурбане, параллельно с натиском антисемитов. Её основополагающее предположение заключается в том, что США были рождены в грехе расизма и порабощении африканских негр, и что ничего не может искупить этот грех. Истинной основой Америки, мол, был расизм, а не свобода. Как будто бы гражданская война, в которой полмиллиона американцев погибли, чтобы освободить рабов, ничего не изменило. И как будто бы точно так же ничего не изменило движение с гражданские права, которое, по сути дела, положило конец институциональной правовой дискриминации негров и других меньшинств в Америке. Войну против Америки в Дурбане возглавили не правительства Африки, Ирана, России или Китая. Её запустили американские граждане, во главе, конечно, с преподобным Джесси Джексоном. Сотни американских негритянских радикалов тогда вышли, поддержали эту Дурбанскую конференцию. И к ним присоединились сотни активистов, левых экстремистских группировок. Они представили США как самое репрессивное государство в мире, жертвами которого стали самые несчастные люди на Земле. Негры, все другие меньшинства, ну кроме евреев, конечно же, женщины, гомосексуалисты, трансгендеры. Все они казались в списке жертв Америки. И вот вся эта банда призвала ООН направить инспекторов для людей за расизмом полицейских сил США и расизмом системы уголовного правосудия в целом. Они требовали выплатить триллионы репараций за рабство чернокожим американцам, родившимся через сто лет после освобождения всех рабов, понимаете? Когда администрация Буша вышла из конференции в Дурбане, в середине тогда, потому что стало ясно, куда всё это движется, тогдашний госсекретарь Колин Пауэлл и его советники, они отметили, как бы осознали важность событий, заклеймив активистов на конференции как радикальных маргиналов, лишённых какой-либо значительной группы избирателей на родине. И их снисходительность, безусловно, показалась разумной четыре дня спустя, потому что четыре дня спустя произошли теракты, в которых за одно утро погибло 3000 человек. Стало понятно, что вот эти вот брехомёты, устамели, которые там в Дурбане обвинили Америку в расизме институциональном. Как бы, ну, где они и где те люди, которые за одно утро уничтожили 3000 человек. Но, как выяснилось ещё до того, как на руинах Всемирного торгового центра и Пентагона осела пыль, вот эти самые радикальные маргиналы, они атаковали Америку всей своей мощью. И выяснилось, что мощь у них, на самом деле, весьма значительна. Ведь вот же за несколько коротких лет их влияние в Америке стало решающее. США потеряли свой путь как в Ираке, так и в Афганистане. В значительной степени именно потому, что Джордж Буш и его советники оказались не в состоянии бороться с резким и постоянным осуждением их самих и их военных операций со стороны американских левых в средствах массовой информации, в академических кругах, в Конгрессе, ну и на улице, за пределами Конгресса. Левые работали без перерыва, чтобы демонизировать Буша, а также подорвать и лишить легитимности все военные усилия администрации Буша против сил радикального ислама. И в каком-то смысле решение Буша превратить войну с террором в какую-то такую бессмысленную и безумную кампанию за установление демократии, из которой все смеялись потом в Ираке — демократию, в Афганистане — демократию, война с террором, которая, собственно, и должна была там происходить. Вот это решение было порождено, по крайней мере, частично. Бедственным положением правительства США Буш и его советники надеялись положить конец или, по крайней мере, уменьшить непрекращающиеся нападки на них и на военные операции США, преподнеся или превратив войну из средств защиты Америки и её интересов в нечто совершенно ультруистическое. То есть мы-то все понимаем прекрасно, что война в Ираке и Афганистане — это была война, защищающая Америку, её интересы и её свободы, потому что это была война против кровавых убийц, которые несли и продолжаются, к сожалению, нести сегодня трагедию и смерть десяткам, сотням миллионов людей, и в том числе американцев. Но постоянный накал изнутри, вот эта пятая колонна американская, левая, которая атаковала саму суть этого права американского, действительно, поддавшись под её напором, Буш решил представить эту войну как насаждение демократии. Конечно, из этого ничего не могло быть хорошим. Активисты-маргиналы, которые начали войну против Америки в Дурбане в 2001 году, взяли бразды правления в свои руки уже через 7 лет, в 2008 году, когда президентом стал ученик Джесси Джексона Барак Обама. И сегодня те же политические организаторы и их преемники, они контролируют демократическую партию и Байдена самого, который выиграл в движении президента демократов и Белый дом при их поддержке. По праву, американцы должны были ответить на 11 сентября неумолимой войной до победы против сил джихадистского террора и поддерживающих их режимов. Но с самого начала подорванные войной, которую их соотечественники объявили против них в Дурбане, два десятилетия спустя они пришли к тому, что Талибан победил, и Америку возглавили мужчины и женщины, которые думают, что на стороне американских радикалов в Дурбане справедливость. Целое, я не знаю, поколение или не поколение полагает, что Байден и весь тот нарратив, который он представляет, это справедливость. Они верят, что Америка порождена в грехе, что основной ценностью Америки является не свобода, а рабство. Они говорят о рабстве и требуют репараций для людей, которые родились через сто лет после того, как рабство было отменено в Америке. И действительно кажется, что 20 лет спустя именно Дурбанская конференция оказала как бы гораздо большее влияние на всю последующую историю США, но и всего мира, соответственно, чем даже теракты, о которых мы все знаем и все о них говорили. О Дурбанской конференции мало кто помнит, но именно она заложила вот этот переворот, который превратил Америку, оплот свободы во всем мире в то, что мы имеем сегодня. Это, конечно, еще не конец истории. И тот пылающий гнев большинства американцев, в том числе немало количества демократов, который взорвался в отношении к Байдену и его команде за унизительный, стратегический, катастрофический, просто провал в Афганистане, он остается источником надежды на то, что Дурбанское меньшинство будет отправлено на свое законное место, на обочину американского общества. И Америка снова станет страной свободных и домом храбрых. Но сейчас, когда мы оглядываемся на 20 лет назад, мы видим, что именно Дурбан, а не 11 сентября, именно Дурбан изменил курс Америки, а через него и ход в сеть истории. Так мне кажется. Да. Напомню, телефон в студии 847-400-5200. Если у вас есть вопросы или комментарии, пожалуйста, звоните, задавайте, выскажитесь. 11 сентября – это и 2001 год, и еще одна годовщина, 11 лет назад произошла трагедия в Бенгазе, когда администрация Обамы с участием Хиллари Клинтона пытались покрыть свои преступные действия, и они позволили убить посла Стивенса. То есть Обамка с Хиллари торговали оружием с Айсис, снабжали их там стингерами, и чтобы все это дело не всплыло, они позволили убить посла Стивенса. Сегодня происходит нечто подобное, чтобы, ну, правда, не чтобы скрыть свои преступления, а, как утверждают злые языки, накануне вот этого позорного бегства из Афганистана, семейка Байденов инвестировала немалые деньги в китайское предприятие, которое производит литиевые батареи. А как мы знаем, в Афганистане запасы редкоземельных металлов – это довольно значительно, это составляет от одного до трех триллионов долларов. Известно также, что китайцы уже первыми заслали торговую делегацию на переговоры с Талибаном. Китайцы начали строить там инфраструктуру для того, чтобы вывозить редкоземельные металлы. И компания эта, стоимость этой компании выросла на 300%. То есть для того, чтобы семейка Байдена утроила свой капитал за счет вложений в эту компанию, он оставил сотни, а может быть, тысячи людей на съедение Талибану, снабдив их при этом оружием на десятки миллиардов долларов за счет налогоплательщиков. Я не знаю. Самое страшное, на мой взгляд, то есть Америка предала тех людей, которые сотрудничали с ней в Афганистане. Это как бы ужасно, но на мой взгляд гораздо более страшно, что она предала там и своих граждан. То есть часто бывало так, что страна говорила, окей, я не могу спасти весь мир. И да, я предаю тех людей, которые меня поддерживали. Но граждан своих мы, так сказать, должны вытаскивать. За граждан своих мы будем бороться. То, что произошло в Афганистане, там остались, насколько я понимаю, до сих пор десятки тысяч граждан Америки. Возможно, речь идет об афганцах, не об американцах, как бы в Аске. Речь идет об афганцах, которые имеют американское гражданство, которые связаны родственными какими-то связями. Но они там остались, их просто бросили. И действительно, их судьба сейчас в руках талибов. И как-то трудно поверить, что у них все будет хорошо. И как бы вот этот вот абсолютно катастрофический провал, который и саму Америку выставил в свете того, как можно полагаться на эту страну. И своих собственных граждан, ты придаешь собственным гражданам, что как люди, живущие в Америке, сейчас должны, они понимают, что даже их никто не спасет. Не то, что каких-то людей, которые были друзьями, и самих граждан, они тоже для Байгана ничего не значат. Их тоже бросили там, вместе с 85 миллиардами долларов, вложенных в оружие, вместе с сторонниками и помощниками американского правительства. Бросили просто. И все это называется нормальным выходом. И все это говорит, ну, ненормальным. Они говорят, что это блестящая операция, беспрецедентная операция. Они поют Осанну Байдену, левые СМИ, да все СМИ. Сначала покритиковали, а потом начали подпевать. Я не знаю, как себя чувствуют люди, которые голосовали за этого зиц-председателя. Как они могут спать спокойно, глядя на то, что происходит, на то, что происходит в нашей стране, на то, что происходит на международной арене, в том же Афганистане. Я не понимаю, как люди могут спать спокойно, при этом чувствовать себя такими, знаешь, праведниками. Давайте попробуем принять звонки, может кто-то с нами не согласен. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Уважаемый Александр, нам на прошлую пятницу, по-моему, рассказывали, что где-то весной израильтянка Мирьям, я забыла фамилию, выступала в ООН и рассказывала о Холокосте с сопровождением голографического ряда. Получалось просто, как люди, там находящиеся, находятся прямо в этих концлагерях и видят своими глазами, что происходило, как убивали евреев и так далее. И это было посвящено тому, что ООН собирался проголосовать за бойкот Израиля. Вот если вы знаете, о чем речь, может быть, вы скажете, чем все-таки кончилось это голосование? Я не знаю конкретно, чем кончилось это голосование, но мы знаем, что комиссии ООН, в том числе так называемая комиссия по правам человека, они регулярно принимают осуждающую резолюцию. Израиль является практически исключительно единственной страной, которую осуждают в ООН. И в последнее время, действительно, на генеральных ассамблеях ООН мы не сталкивались с осуждением Израиля. Израиля, однако, я думаю, что в ближайшее время активность возрастет, потому что убавление на Израиль будет оказываться. И, возможно, вы имели в виду, что, так сказать, был составлен список компаний, как бы, сотрудничающих с Израилем, и то, что когда-то родилось как арабский бойкот, то, против чего Америка в свое время выступала очень жестко, многих, которые сегодня выступали. Давайте попробуем принять другие звонки. Мне бы не хотелось сворачивать с темы, которая настолько острая, настолько болезненная. И уходить с нее мне бы не очень хотелось, честно говоря. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, спасибо за ваши интересные передачи. Вот у меня к вам такие два вопроса. Вот вы рассказывали, что Китай сейчас, по сути дела, нашел место в себе применения в Афганистане и получать все эти редкие материалы, которые из Капальмы. А вот какое отношение, например, вот сейчас происходит с Китаем в Израиле? Неужели они тоже захватывают все вот это необходимое, там, наши высококлассные технологии и все остальное? Вот как это все происходит в Израиле, хотелось бы узнать. И второй вопрос. Хотелось бы узнать такую вот, я спрашиваю, никто не может дать такой ответ мне на такой вопрос. Вот американцы говорили, что вот они выучили 300 тысяч военнослужащих в Афганистане, прекрасная армия, они дали ей оружие, дали им все. Поэтому эта армия разлетелась. И вот это все оружие, которое мы говорим на 80 триллионов или, то есть, извините, миллиардов, которое там осталось, по сути дела, Талибан его захватил. То есть, получается, что мы не оставили свое оружие, мы оставили оружие, которое принадлежало афганской армии, и, получается, этот Талибан захватил оружие, как говорится, победой. Вот. Это правда или нет? Понимаете, потому что все говорят, что это оружие, мы, американцы оставили, но оно же принадлежало афганской армии, которая разлетелась в Пульхепра. Это правда или нет? Знаете, что, вот, скажем, авиабаза в Баграме контролировалась американцами. Самолеты, которые там были, вертолеты, которые там были, принадлежали американской армии. Безусловно, афганская армия побросала оружие и разбежались кто куда. Но разбежались они не потому, что они не воевали до этого. 60 тысяч солдат афганских погибло в этих сражениях. А, к сожалению, произошло то же самое, что произошло в свое время при помощи тех же фрикен-демократов при помощи того же ЗИЦ-председателя, который был в то время сенатором, а которые прекратили финансирование и поддержку вьетнамцев. То же самое произошло и здесь. Перестали давать авиационную поддержку афганской армии, которая без нее не могла воевать, к сожалению. Перестали платить деньги афганской армии. И все. И вот результат. Именно так. Я поддержу ваши слова. Действительно, ведь проблема в том, что афганскую армию создали как армию, которая опирается на воздушное обеспечение. То есть это не армия, которая могла сама полностью себя как бы содержать. Это была армия в помощь авиационному обеспечению. А авиационное обеспечение, собственно, даже не вождение самолетов, не пилотирование самолетов, а диспетчеры, обслуживание самолетов. Это все было в руках американских специалистов. И, собственно, так, как произошло, например, в Сирии, когда Трамп сказал, мы выводим войска из Сирии. Но он оставил там ключевую группу, крошечную, собственно, даже не комбанты, то есть это не военные люди, это технические служащие. Но они стали той ключевой группой, которая, в общем-то, держит силы, которые продолжают сейчас в Сирии, продолжают проводить американскую политику. То же самое могло быть в Афганистане. То есть если бы не забрали оттуда всех солдат, оставили бы небольшую группу технической поддержки на аэродромах, диспетчеров, техническое обеспечение самолетов, то вот этого развала могло не случиться. И, скорее всего, именно так Трамп и понимал ситуацию, что солдат мы оттуда выводим, но оставляем небольшое количество специалистов, которые поддерживают, помогают поддерживать эту ситуацию в балансе. Что касается Израиля и Китая, Китай закончил, буквально на днях открывается в Хайфе порт, который построили китайцы. И Америка очень в свое время серьезно, как бы с большим опасением относилась к этой ситуации, потому что все-таки Хайфский порт стратегический, и то, что там будут китайские глаза постоянно, мало им нравится в Америке. Поэтому, как бы, да, Израиль тоже сейчас находится в некотором сближении с Китаем, и, безусловно, это сближение, с одной стороны, приносит большие доходы, потому что новый порт, он создан для того, чтобы принести Израилю огромные дивиденды. С другой стороны, безусловно, доверяй, но проверяй, Китай не та страна, с которой можно вот так вот дружить, закрыть глаза, потому что действительно можно ожидать любого подвоха с их стороны. В свое время казалось, что пока Натаньяо контролирует этот процесс, то, в общем, он знает, что он делает. Вот поскольку сейчас у нас команда каких-то нелепых клоунов, которые могут испортить даже там, где, в общем, казалось бы, портить нечего. Конечно, ситуация очень сложная и непонятная, совершенно непонятно, к чему может привести вот это вот появление китайского, фактически, порта в Хайсе. Мы должны остановиться, Александр, сделать небольшой перерыв, буквально несколько минут, после чего вернемся, обязательно продолжим. Открытый диалог с Александром Непомнящим. Возвращаемся в программу Александра Непомнящего, и я не знаю, если... Ну, звонков было масса, к сожалению, мы не успели все принять, но, может быть, у нас остается... Если останется время к концу программы, то мы обязательно примем звонки. А сейчас несколько об ином побеге, о массовом побеге террористов из тюрьмы израильской. Да, к сожалению, вы понимаете, Сергей, вот мы начали с Америки, где Байден, так сказать, что ни день поставляет какие-то новые унижения, создаёт новые унизительные ситуации для Америки, позорит Америку весь свободный мир. То же самое происходит и в Израиле, когда я смотрю в конце недели готовить наши... Похоже, у нас небольшая проблема с... Восстановилась связь? Что-то на время зависло немного и интернет завис. Сергей, меня слышно? Сейчас слышно, всё нормально, да. Да, так я говорил о том, что, к сожалению, слишком много всего происходит отвратительного и постыдного, но вот этот побег, который случился 6 сентября из тюрьмы Гильбо, где содержатся террористы, побег шестерых террористов, шестерых заключённых террористов, это, пожалуй, главное событие, к сожалению, в Израиле этой недели. В настоящее время двое из шестерых задержат. Их задержали сегодня, так сказать, несколько часов назад в городе Назарете. Но четверо, собственно, самых опасных, они ещё на свободе. И всё это сопровождается беспорядками в остальных тюрьмах, где находятся заключённые арабские боевики. В нескольких тюрьмах террористы подожгли камеры, протестуя против перевода их в другие тюрьмы. И, в общем, в армии готовятся к возможной эскалации и террористическим каким-то дальнейшим большим событиям в Израиле, столкновениям по итогам этого победы. Заключённые боевики сбежали через туннель, создание которого, похоже, не было замечено вообще никем из персонала тюрьмы, как в фильме, как в фильме «Побед». Вход в туннель был расположен возле унитаза в тюремной камере. И полагают, что для прорытия этого туннеля потребовалось достаточно долгое время, но какое именно точно неясно. Но как можно было упустить прорытие туннеля в тюрьме для заключённых по статье «Нарушение безопасности»? Именно словами, в тюрьме, где отбывают заключения опасные террористы. Ведь охрана, казалось бы, в подобной тюрьме должна быть особенно качественной. И проверки должны быть часты. И на каждом углу должны быть видеокамеры, подслушивающие устройства. К сожалению, то, что произошло, стало неизбежным результатом давней и очень серьёзной проблемы израильской. Вот уже очень много лет всем хорошо известно, что условия содержания тех, кого называют заключёнными по статье «Нарушение безопасности», маскируя за этим лицемерным эмфемизмом куда более ясное понятие — террористы. Так вот, условия заключения нам просто роскошны. Речь идёт об огромном количестве еды, которую готовят в соответствии с пожеланиями самих заключённых. То есть реально буквально ресторанная еда. Горы хорошего мяса, качественного, красной рыбы и так далее. Это всем известный факт, потому что охранники питаются намного хуже, чем заключённые биотеррористы. А целые грузовики с мясом, которые приводят в тюрьму специально для этого. Отдельно, конечно, питание для охранников. Это спутниковые телеканалы, это компьютерные игры, спортивные залы, заочное обучение в высших учебных заведениях, а главное — практически абсолютно автономная и независимая жизнь, в которую ни тюремная охрана, ни даже начальства, не имеют ни малейшего права вмешиваться. И всё ради того, чтобы сохранялось спокойствие, так называемое. Сохранялось спокойствие. За прошедшие годы достоянием гласности стали особенно вопиющие происшествия в том, что числя касающиеся домогательств и угроз в адрес надзирательниц со стороны заключённых террористов. Но самое ужасное — ладно, то есть террористы домогались или как бы угрожали надзирательницам. То, что они за это не получали наказание, это вопиюще. Но хуже всего, что это замалчивалось и покрывалось тюремным начальством. И там такие подробности, что о них просто стыдно и неловко говорить даже. И вся эта ситуация полнейшей вседозволенности, безнаказанности террористов заключённых в наших тюрьмах как раз и стала основной, если вообще не единственной причиной того, что проритие туннеля могло пройти незамеченным. Ведь, по сути дела, заключённые содержатся в тюрьмах так, будто они там начальники и хозяева. За ними не ведётся непрерывный пристальный надзор, они не подвергаются строгим проверкам. Фактически, именно они сами диктуют условия своего заключения, расписания, распорядок дня. Всё это, к сожалению, уже много лет известно и свидетельствует множество охранников и солдат. Полиция сейчас расследует возможности участия некоторых надзирателей в пособничестве уже арестована. Тем не менее, основная причина успеха этого побега, на мой взгляд, объясняется прежде всего вот этой вседозволенностью, атмосферой вседозволенности, которая царит в отделениях для заключённых по статье нарушения безопасности по сравнению с действительно куда более жёсткими и тяжёлыми условиями содержаниями для уголовников. То есть уголовники в Израиле сидят достаточно жёстко, в жёстких условиях. Более того, если речь идёт о евреях, совершивших преступления против безопасности, например, и Галямир, который, как считается, застрелил Ицхак Араби, то там условия просто фантастически жестокие. И там речь идёт о нарушениях прав человека, фактически, которые замалчиваются в Израиле. Это отдельная статья. Когда же мы говорим о террористах арабских, о людях, которые совершили преступления против безопасности, арабах, против евреев, то там условия просто роскошные. Фактически, им немножко мешают гулять, где им хочется. По телефону они могут обсуждать, делать всё, что им запрелого рассудиться. Но более того, по ходу расследования выяснилось, например, что охранница, находившаяся на сторожевой вышке, рядом с которой был выход из туннеля, уже за пределами тюрьмы, она заснула во время своей смены. Но понятно, что полиция придётся расследовать вероятность сотрудничества со стороны этой надзирательницы. Или же, возможно, отравление снотворным этой полицейской кем-то из сотрудников. Но нельзя исключать и совсем глупую ситуацию, заключающуюся в том, что охранница на самом деле просто заснула. И не исключено, что подобная бескорыстная безалаберность, что она просто заснула, была там вполне обычным делом, учитывая уже упомянутую безответственную атмосферу полной вседозволенности, когда заключённым террористам разрешено делать вообще всё, что им заблагорассудится. И потому действительно становится неясно, зачем, если всё равно им ничего не запрещено, зачем проявлять деятельность и не спать на посту. Да, если всё равно ничего не может делать, они делают, что хотят. Ещё один важный момент. Тюрьма, оказывается, была построена на сваях, а не стояла на земле. Таким образом, террористам было достаточно лишь прокопать проход от камеры к основанию здания. А потом они пробрались под зданием между сваями, к месту, откуда вышли из тюрьмы. И там они уже прорыли себе выход наружу, прямо возле той самой стражевой башни, где, как мы уже знаем, нервно дремала охранница. Но почему не было камер слежения на пространстве между сваями? Никаких ответов на этот вопрос. В дополнение к видеокамерам, которые там должны были быть установлены, указал это, очевидно, да? Ну или хотя бы датчики обнаружения движения. Там могли быть также установлены системы обнаружения самого процесса рытья. У Израиля есть такие вещи. Именно так охраняется граница с тектором газа. Но ничего подобного там не было. Более того, вообще выясняется, что никакого наблюдения не было. И более того, некому даже смотреть в камеры наблюдения тюрьмы в режиме реального времени. И хуже того, телефонные звонки встревоженных граждан, которые видели беглецов, прячущихся в кустах возле тюрьмы, были обработаны через несколько часов только. И поэтому не привели к немедленному подъему по тревоге сил безопасности. И прошло много часов, прежде чем руководство тюрьмы вообще осознало, что у них сбежали шесть заключенных. Ну и террористы к этому времени были уже далеко. Короче, огромное количество бьющих, просто фантастических упущений. И на протяжении многих лет говорится о необходимости провести серьезную основательную инспекцию управления израильских тюрьм. Особенно во всем том, что касается обращения с террористами. Но ничего до сих пор не сделано не было. Нет сомнений в том, что эти сверхкомфортные условия жизни заключений позволяли террористам делать в своих камерах все, что им за благорассудится, в том числе рлить с помощью соответствующего оборудования, подкоп, и скрывать извлекаемые щебени, звезд, грунт и прочее. Ведь им было позволено делать все, и горе тому бдительному охраннику, который бы посмел вмешаться и попытался бы проверить, чем они там занимаются в своих камерах. Ну, а сейчас крупные силы армии, полиции и специальные подразделения прочесывают место. И огромные разведывательные силы направлены на обнаружение хоть каких-то зацепок, способных привести к обнаружению сбежавших террористов. И, как бы, по крайней мере, часть сбежавших террористов была замечена на камерах наблюдения в арабской деревне Наура в северной части Израиля, неподалеку от тюрьмы. Вот, собственно, видимо, по следам этих видеокамер как раз их в итоге обнаружили в Назаренте, но только двоих из шестерых. И чем больше известно становится подробность вот этот невыносимый позор, точно такой же, как испытывают, наверное, нормальные американцы после этого невыносимого позора с Афганистаном, точно такое же возникает ощущение позора в Израиле сейчас. Потому что, окей, система управления тюрем, она прогнила уже давно. И это не только как бы заслуга, в кавычках, отрицательная заслуга нынешнего правительства. Это все происходило очень давно. И... Что ж, сегодня у нас такое происходит со связью периодически подвисает интернет, похоже. Но ничего, сейчас нормально опять. И вот, как бы, что я хочу сказать еще дополнительно. Помимо этого ощущения позора и помимо ощущения вседозволенности, которую испытывают террористы, ведь новое правительство, оно частично состоит из этих самых террористов. Оно отказывается от решительных действий против Хамаса и Хизбаллы и заискивает перед партнерами по коалиции, которые являются фактически представителями тех же братьев-мусульман. И вот в тот день, когда сбежали террористы в Кнессете на должность председателя комитета Кнессета по внутренним делам, то есть фактически та комиссия Кнессета нашего сената, которая должна расследовать эту ситуацию, так вот, главой ее был назначен раб Валит Таха из партии братьев-мусульман Рам, который, так сказать, совсем не знаю, еще несколько месяцев назад заявил следующее. С тех пор, как вся низкое движение, цитирую я Таху, инициировал свой жестокий расистский проект более века назад. Убийства, изгнания, разрушения, дискриминация, расизм и варварские нарушения прав на землю стали наиболее заметными проявлениями этого проекта ненависти. Понимаете? То есть человек, который должен разбираться, почему в Израиле произошло, что террористы опасные бежали из тюрьмы при полном попустительстве всей системы управления тюрем, он сам фактически сторонник этих террористов. Он говорит, сионизм — это проект расист, и его нужно, так сказать, с ним нужно покончить каким-то образом. То есть такого уровня цинизма, конечно, не было ещё никогда. Были в Израиле правые правительства и левые правительства. Но такого, какого-то запредельного уровня циничного и лицемерного правительства, такого ещё не было никогда. Такого антисионистского, я не побоюсь, к сожалению, этого слова, правительства в Израиле ещё не было. И что хуже всего, каждый день приносит нам всё больше и больше таких примеров. Когда-то после, вот две недели назад, после убийства нашего бойца, Израиль перевёл 500 миллионов шекелей автономии. Сейчас, после побега террористов, отрицатель права евреев на собственное государство, такой активный, откровенный, избран на главой одной из влиятельных комиссий КНЕС, это нашего сената, нашего парламента. Что будет дальше? Просто трудно себе представить. И ощущение такое, что вся система государственная рушит. На самом деле, я понимаю, что для многих американцев, которые с ужасом смотрят на нынешнее правительство американское, ощущения те же самые. То есть мы как бы оказались снова в одной лодке, только, к сожалению, эта лодка совсем не радостна. Среди. 847-400-5200, телефон нашей студии. Если будут вопросы, пожалуйста, звоните. Я понимаю, что я хочу провести некую параллель между тем, что происходит здесь и у вас. Скажем, какая-то часть демократов голосовали за Байдена и по-прежнему поддерживают, по-прежнему с небольшим 39 процентов одобряют его деятельность. А что происходит сейчас среди израильтян, которые голосовали за Беннета? Я понимаю, кого-то обманули. А кто-то голосовал по принципу «лишь бы не Биби», так же, как и значительная часть голосовала у нас, «лишь бы не Трамп, лишь бы его твиты не читать». А ерунда, что там гибнут солдаты, ерунда, что сдали Афганистан, это все мелочи. Ерунда, что Байден коррумпированный до глубины корней волос, это все мелочи. Ерунда, что у нас инфляция зашкаливает, все это ерунда. Главное, мы теперь не должны читать твиты Трампа. Как чувствуют себя израильтяне, которые голосовали за Беннета? Я понимаю, что это неоднородная масса, но вот некий расклад. Очень близко, очень похожая ситуация, потому что, во-первых, все средства массовой информации, буквально все, ну то есть, кроме нескольких средств правых, они все поют осану нынешнему правительству. Они на голубом глазу называют, то, что они при Натаньялу называли ужасными нарушениями прав человека, никуда не годными вещами, здесь они, наоборот, Беннета хвалят за это, при том, что он фактически повторяет политику Натаньялу. Они замалчивают провалы, они поддерживают правительство во всем. И у многих людей, как мы понимаем, очень многие люди, в общем-то, живут не своими собственными мыслями, а тем, что они получают из средств массовой информации, ощущение, что все замечательно. То есть, до тех пор, пока реальность не взорвется им в лицо, они как бы даже не осознают, что все стало намного хуже. Но, с другой стороны, при этом, сегодня в газете «Маариф», которая является одним из флагманов поливания грязью Натаньялу, как бы появилась очень характерная статья одного из главных ненавистников Натаньяла, фактически журналиста, который сделал себе имя на поливание грязью Натаньялу, который иначе, как этот преступник нашего премьер-министра Натаньяла, не называл. И вот он сейчас пишет так, мол, типа, да, Беннет потерял практически весь свой бейс электоральный. То есть, практически все люди, которые голосовали за Беннета, сейчас даже слышать его имя не могут, потому что они чувствуют, что он их обманул. Но это даже хорошо, говорит Бен Каспид, потому что Беннет молодой и сильный, и понимая, что он не опирается больше на свой бейс, он может сделать то, что не сумели сделать Рабин или Шарон. То есть, он открытым текстом говорит о том, что вот Беннет теперь, это тот человек, который может провести создание арабского государства в Иудее и Самарии, провести депортацию поселенца, потому что он больше им ничем не обязан. И, конечно, я предполагаю, что это в значительной мере wishful thinking Бен Каспида. Тем не менее, я очень боюсь, да, меня все время сейчас уже начинают говорить, что, мол, я постоянно веду себя как тот мальчик, который чал волки-волки, и когда волки пришли, уже было поздно, ему никто не поверил. Я слишком, может быть, алармист, я слишком беспокоюсь, но у меня есть ощущение того, что нынешнее правительство не просто отрицатели Натанияу, не просто бестолковые клоуны, которые все валятся из рук, они реально продвигают нас к созданию арабского государства, депортации десятков тысяч евреев из Иудеи и Самарии. и когда этот процесс уже станет очевиден всем, будет снова поздно. То есть его можно потушить еще в зародыше, может быть, сейчас, но когда это станет очевидно для каждого, это будет уже поздно. И действительно очень сложно противостоять непрерывным победным реляциям, которые льются из каждого утюга. То есть когда у Натаньяо отдельно возьмем весь коронавирус, я знаю, что у разных людей разные подходы к тому, как нужно относиться к эпидемии короны, что с этим делать, прививаться, не прививаться, неважно. Важно, что каждый день при Натаньяо нам сообщали, сколько в Израиле умерло человек. И каждый умерший человек засчитывался как личное поражение Натаньяо. То есть как Натаньяо еще смеет быть премьер-министром, когда у нас сегодня умерло еще пять человек. им было по 90 лет. Да, они умерли от диабета и ожирения и короны. Но это же Натаньяо, как он может еще быть премьер-министром, почему он еще не ушел в отставку. И вот у нас за несколько первых дней сентября умерло практически треть того, что умерло за предыдущий месяц. То есть при Беннете масштабы смертности от коронавируса стали какими-то заоблачными. Натаньяо оставил страну, в которой по сути дела кончилась эпидемия. Люди были сняты всем причением. При Беннете это все вернулось. И сейчас просто нам не сообщают, сколько он умирает каждый день. Если сообщают... Александр, к сожалению, времени больше не осталось. Вот такая ситуация. Поэтому, увы, увы, находя итог, люди не ощущают нарастающую опасность. Я боюсь, но когда это станет очевидно всем, то будет уже очень плохо. Спасибо огромное и до встречи в следующий раз. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok